Йоги Йоги Джеке Слушаем, что скажет капитан Спартака Потому что на суде сэкономили и непонятно кто вообще судит Они вообще не судят, просто формируем 0 Просто против партизанов, на этой неделе у вас тоже есть партизан Мне больно еще раз, это были ошибки против партизанов Это уже три игры, ошибки у него судьи, сколько? Три игры и все время они какие-то ошибки Какие-то решения принимаются с травмами Бенальти не ставят однозначно, какие-то фалы придут Как-то так Столько игрей команды не ровно проведают от первого тайна? Согласен, что они ровно просели, но не знаю, с чем это связано Условия равны и жара для всех одна Поэтому не знаю, сейчас посмотрим, перетахнем Страхнем чуть-чуть, внесем корректировки И надеюсь, что второй тайм мы справим ситуацию Вам нужно большинство Нам нужно двигаться, больше не стоять И играть свой футбол, а не просто бить вперед, как мы это делаем Почему? Нужно поддержать мяч, контролировать мяч Тем более соперник играет мяч остри Спасибо большое Получилась игра прям жесткая, как дерби Надху вообще удалили То есть, ну, ощущал, что это действительно вот такое противостояние принципиальное? Ну, сначала думали, что будет товарищеская игра И так, так тоже и бит Но, к сожалению, такие ошибки, я думаю, недопустимы Потому что такой турнир на таком хорошем уровне Просто все топ И вообще никто не понимает, как можно таких людей поставить, чтобы дали правду Это нам вообще непонятно Поэтому, мне кажется, такая реакция была у наших трейеров, и у Надха, и других футболистов Я тоже это не оправдаю Просто такое тоже недопустимо Но просто, когда играешь в такую игру, просто не можешь свои эмоции скрыть И жалко, что так получилось И надо было доиграть эту игру до конца И просто мне кажется, что партизан в первом тайме показал хороший уровень футбола Жалко, что все так закончилось А был диалог какой-то с судей? Был диалог с судей на поле? Вы что-то ему говорили? Что ты творишь? Какие ошибки? Всегда, всегда ему рассказываешь Просто, мне кажется, судья не вообще уровня такого турнира И просто не важно, что ему скажешь Он просто делает по-своему И просто много-много ошибок И мне кажется, это недопустимо Может быть, стоило Жеку Савину позвать, который к тебе приезжал в гости? Я думаю, что ему поможет Буквально через несколько минут начнется награждение Спартака Командный победитель Кубка Пари Матч Безья Тренера тоже удалили, что Савва сказал в период Много терпения Ну как он вообще? Ну, Савва такой эмоциональный Он просто тоже нас всегда Всегда нам рассказывает, что надо не разговаривать с судьей Просто надо играть в футбол и не думать о судье Но просто бывают такие моменты, когда просто не можешь остаться без слова и пройти мимо Просто когда такие ошибки делаются Он сам знает, что он, наверное, не сделал самую лучшую свою версию Но бывает такое Можешь сравнить тот Спартак, который был, когда ты играл за ЦСКА И тот Спартак, который сейчас? Какой сильнее? Ну, я думаю, что этот Спартак, когда я играл намного лучше Как и чемпионат Мне кажется, уровень чемпионата не такой хороший, как был где-то 3-4 назад Одного человека можешь выделить из этого состава Спартака? Подожди секунду, кому как Десятка? Десятка, Бакаев Ну, второй тайм, он непротно играл, да, но Сложно выделить Мне кажется, никто не Никого не мог бы видеть просто, чтобы сказал, что он творил чудо на ходе Ребята, спасибо большое Спасибо, спасибо, здорово Вот в этой игре, как вам показалось, они играли в ногу, в гост Потому что мои эмоции зашкаливали Или это просто такое дерби и вы все завелись? Я уже в перерыве говорил Потому что, ну, жестко играли Потому что судья это уже сделал Вот, поэтому Не скажу, что там кто-то как-то грубо очень сыграл Но пределы правил, жестко как положено Ну, то есть, вы на себе не почувствовали, что они реально оборудовали? Ну, реально стереться Ну, мне вроде никто еще не задел Поэтому, по-моему, мы без травм обошлись Это самое главное было сегодня в заключительной игре Поэтому, нет Перед игрой все говорили, что Ну, нет, это не дерби Это просто товарищеский матч Ну, на самом-то деле Партизан это ЦСКА Спартак это Стрена Звезда Вы знаете, ни слова не было Здравствуйте Ни слова не было об этом Готовились к игре Как заключительной игре сбора Поэтому, никакого не было Потому что, вот, партизан это ЦСКА Там, и все такое Не страха, что победа в этом кубке Это черная мель Не связываем Это уже говорил не раз Это всего лишь сбор, который организовал матч За что им огромное спасибо Спасибо большое за приглашение Все супер Кроме Все есть Георгий, почему он так плохо въедет штрафный? Потому что еще... На все у нас, да Что касается вот этих закрытых тренировок, которые ЦСКА Какой-то итог уже можете подвести? На сборе в Сочи Это уже будет просто шлифовка Последних каких-то эпизодов Или будет продолжение вот Опять работать на тактике Или можно сказать, что с тактикой уже закрыли на этом сборе? Нет, будет еще все Это только начало было здесь на этом сборе Всех работ таких Именно с мячом, там, деталей Потому что первая сборная для кого-нибудь секрет был такой Беговой, там, без мяча Поэтому, какие-то выводы делать тоже сейчас не буду Потому что, ну, итоги сбора тоже пока не подвели Мы лишь только игры закончились Поэтому в Сочи уже непосредственно сядем И хорошие и плохие моменты будем отмечать И шлифовать, как вы сказали, уже положительные моменты Как подготовить себя к тому, что вы сейчас вернетесь в Москву после Сочи А там уже сразу Динамо, потом сразу ЦСКА И физически, и морально Это тяжелый календарь? Вы это уже обсуждаете в команде? Ну, то, что у нас тяжелые игры первые, да, мы обсуждаем, конечно Ну, это, как сказать, это реалии Поэтому мы готовимся к играм Ничего такого страшного нету Совсем не играли, всех знаем хорошо Кто-то усилился, там, кто-то нет Мы тоже готовимся, поэтому Соболев лился уже Можно, и вы видите, вы же с ним в сборной играли Да, мы с ним хорошо общаемся, вот, так, нашей компании, так скажем Поэтому он вливается потихонечку Сегодня поздравили его, забил хороший долг свой, такой рабочий Поэтому, надеюсь, что продолжат дальше прибавлять и помогать нам, что очень важно Дзюбу хотели в сборной сделать лучшим бомбардиром отборченого турнира Нет ли желания в команде сделать Соболева лучшим бомбардиром РПМ? Да, говорите об этом Мы с удовольствием ему поможем, если он захочет это так, знаете, в открытую скажет нам об этом Понятное дело, что он в предыдущей команде много забил, но, повторюсь, что пусть продолжает у нас забивать и пусть становится не только там, в России, где-нибудь там в своем мире кто-то еще, не знаю Тодеска очень скромно отблечался победу, устроил с края И вообще такое ощущение, что он чем-то очень держал свои мысли Что происходит, принял, принял, принял Ну, правильно заметили, да, он так особо не нравился Да и мы спокойно тоже, если обратили внимание, я там спокойно поднял голову, когда, ну, вылетели вот эти штучки всякие И поэтому спокойно к этому относимся Благодаря вам, потому что вы будете потом говорить, что мы чересчур отмечали и потом, что, не дай бог, аукнется нам это Поэтому все спокойно Этот турнир ни с чем не связываем, никакие там метки черные и красные Готовимся к спокойных сезонам Впереди, надеюсь, еще будет несколько спаррингов, что очень тоже важно, потому что еще достаточно долгий процесс подготовки Поэтому все спокойно, все готовимся Георгий, я вот хотел спросить, как раз по поводу спаррингов, если сравнивать с прошлыми сборами, очень мало игр, то есть еще одна, по-моему, точно будет, да? И не факт, что будет еще Не мало ли игр? Ну, конечно, через игры всегда лучше набирать там и функционально там и с мячом что-то Ну, так главный тренер посчитал, мы с уважением относимся, доверяем ему, поэтому пусть так будет Какой уровень своей готовности оцените и готовности команды, если добавить 100%? Ну, проценты пока не буду свои говорить, но еще надо добавлять, прибавлять и, как сказали во всех компонентах тех же штрафных, будем работать спокойненько, еще время есть Ну, сама идея турнира нравится и хотелось бы, чтобы, допустим, в следующем году, а об этом ведутся разговоры, было бы, допустим, 6 команд Ну, лично мне нравится, да, потому что я не раз отмечал, что хорошие, сильные команды, сильные спарринги, хорошие условия, прекрасные поля, все-все отлично, поэтому мне этот турнир нравится Очень приятно, что нас зовут, приглашают, поэтому посмотрим, если будет 6 команд, будет интереснее дольше А как хотелось бы, чтобы было больше соперников из российской премьер-лиги на этом турнире или вот как партизан? Ну, если честно, приятно было увидеть партизан, все-таки мы с ними не играли, да, там, российские команды немного приедаются тоже, понятное дело, там, с Ростова мы уже, я не знаю, сколько раз за год сыграли, поэтому... Четыре за полгода Да, если будут еще какие-то другие команды с других стран, то почему бы нет, наоборот, это будет и для вас хорошо, и для телеканала хорошо, наверное Ты что-то сказал особенно, когда сейчас команду собрал в прошлом? Нет ничего особенного, просто, как всегда после игры, там, после завершения, подвели небольшой итог, что мы закончили сбор, и у нас будет еще завтра тренировочное занятие, где мы спокойно сядем, еще обсудим Возможно, будет еще какой-то, ну, что-то типа теории, где уже подведем итоги сборов Спасибо Всем большое спасибо Спасибо, да